Каждый год в конце августа сотни верующих из разных концов Нижегородчины съезжаются в небольшое село Вазьянка, чтобы принять участие в традиционном крестном ходе до Красномарской обители. Богомольцы несут с собой главную святыню возрождающегося монастыря, икону Божьей Матери-Избавительница. Их не пугает капризная погода, 4 километра пыльной грунтовки и усталость. Эти трудности несоизмеримы с тем духом единения и соборности, который дает им пеший молебен. Раньше у наших предков была такая проблема, преследовали за верой, сегодня преследуют. Но искушение не хуже, вот это слишком мягко, слишком хорошо, слишком комфортно. И поэтому, а человеку хочется, и вот мы и все идем на крестный ход. Жалко маленький, жалко погода хорошая, в дождь, в грязь был бы лучше. Верующие называют Крестовоздвиженский Красномарский монастырь трижды рожденным. Затерявшаяся на востоке Нижегородской области обитель несколько раз приходила в упадок. Но всегда, милостью Божией, на этом месте вновь возрождалась молитвенная жизнь. В конце 19 века в обители появилась особая святыня. Икона Божьей Матери-Избавительница, написанная в Иерусалиме. По преданию, образ, оказавшись на морах, вдруг стал неприподъемным и остался в монастыре навсегда. В советские годы обитель разорили. Утрачен был и святой образ, но сила Господа совершается в немощи. Когда мало кто верил в возрождение обители, чудесным образом в селе Возьянка была обретена главная храмовая святыня – икона Божьей Матери-Избавительница. В 1997 году ее впервые пронесли крестным ходом к развалинам крестовоздвиженской Красномарской обители. С тех пор молебен под открытым небом совершается ежегодно, собирая сотни верующих. Я тоже прошел с большой радостью, вспоминая историю обители. Мы молились во время крестного хода о возрождении этого древнего монастыря. И радостно, что с каждым годом крестный ход увеличивается. Все больше людей узнает об этом ежегодном крестном ходе, который у нас совершается, с иконой Божьей Матери-Избавительницей. Видим много молодежи, что нас радует и вдохновляет. Считаю, что каждый христианин должен посещать такие мероприятия в личном духовном развитии. На благо примера другим людям. Очень много сил прибавляет такое мероприятие, то есть духовно заряжает и энергией, и верой, и вселяет силы, и уверенность, чтобы Господь не оставляет. И такая икона благодатная, что кажется, что можешь сделать все во Слово Божие. Это понятие соборности для русских людей очень важно. И вот такое единение, когда, видите, мы встречаемся, иногда раз в год видишь этих людей, и когда все молятся соборно, причащаются соборно, это на целый год потом. В старину говорили, молитва на морах скорее до Бога дойдет. Такова духовная высота этого места. Приезжайте сюда на будущий год, приложитесь к святому образу, пройдите с паломниками в крестном ходе, разделите с верующими соборную молитву, и вы почувствуете, нет, не усталость от длинной дороги, а умиротворение и духовное единство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова